Сохранить сплоченность университетской корпорации и культуру доверия. Высокое качество и доступность высшего образования. Атмосферу взаимопомощи и взаимопонимания в среде студентов и преподавателей. Мы остро переживаем происходящее, но уверены, что пройти этот период мы должны по-университетски достойно, следуя принципам высокой академической культуры и этики. С таким воззванием обратился к россиянам научной и студенческой общественности Российский Союз Ректоров. Здравствуйте, это программа КФУ. Итоги недели. Сегодня мы расскажем. Университет наш является государственным учреждением, является проводником государственной политики. КФУ поддерживает решения президента и правительства страны. Позиция университета в специальном заявлении ученого совета. Мы волнуемся по поводу того, какие у нас будут будущие студенты. Профессии будущего. Кого будут готовить в Институте экологии и природопользования КФУ? Наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. Берегите уши. Почему ученые и врачи поддерживают советы наших мам? На протяжении 30 лет Российский Союз Ректоров сохраняет и развивает традиции отечественного образования. Современная ситуация требует консолидации университетского сообщества. Мы должны стать опорой друг для друга и поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается – наших студентов. Особое внимание необходимо уделить обучающимся в России иностранным студентам, российским студентам, столкнувшимся с неожиданными трудностями в ряде зарубежных стран. Таков посыл обращения Российского Союза Ректоров. Конечно, события последних дней никого не оставляют равнодушными. Но у Союза Ректоров есть план действий, который поможет ВУЗам России преодолеть трудности, в том числе связанные с реализацией международных проектов, развитием научной инфраструктуры. Университеты не должны разрывать свои международные связи, которые складывались десятилетиями, убеждать партнеров в необходимости продолжения совместной работы, в том числе и во имя сохранения мирового научного наследия. Университетская корпорация обеспечит непрерывность образовательных и научных процессов и сделает все для достижения национальных целей развития России, уверены в Российском Союзе Ректоров. Казанский федеральный университет продолжает свою работу в стратегических проектах, исследованиях. Сейчас в университете продолжается защита дорожных карт развития структурных подразделений в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Часть институтов уже прошли этот Рубикон. Временно исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского все институты должны уметь подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства на мировом рынке. А значит, проекты должны носить сугубо прорывной, инновационный характер, быть нацеленными на далекую перспективу, продвигать университет, а также укреплять экономику страны, независимо от сложившихся внешних факторов. Что касается программы «Приоритет-2030», то мы здесь четко по себе поставили цель, что мы должны работать на экономику Российской Федерации, на экономику Республики Татарстан, но при этом сохраняя свое лицо на международном рынке. И наша основная цель, которую мы ставили, чтобы университет стал драйвером развития территории, и чтобы вот этот опыт мы могли транслировать на другие регионы России, с тем, чтобы университеты становились действительно драйверами развития территории. Поэтому выбранные нами направления, так называемые стратегические проекты, они очень четко совпадают с теми приоритетами, которые выстроены в программе развития Республики Татарстан, в программе развития Приволжского федерального округа, ну и, конечно же, в стратегических документах, в программе научно-технологического развития России и так далее. А между тем, в Казанском федеральном университете будут готовить биотехнологов и биоинженеров профессиям с огромными перспективами. Специалисты этого направления востребованы в большинстве отраслей здравоохранения, экологии, пищевой и сельскохозяйственной промышленности, энергетике, лесничества и так далее. Но это не только производственники. Это и ученые, которые используют передовые технологии молекулярной биологии, генетической инженерии. Первый набор биотехнологов и биоинженеров уже начнется в этом году. Каким он будет, а также об исследованиях и будущем Института экологии и природопользования мы поговорили с ее директором Светланой Сильвановской. Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Здравствуйте. Экологическая зеленая повестка, наверное, одно из главных направлений последних лет во всем мире. А вот как за это время изменился сам Институт экологии и природопользования? Вы знаете, вы абсолютно правы, потому что интерес к экологии, интерес к состоянию окружающей среды в последнее время является вопросом номер один во всех международных российских повестках. Ну и, конечно, как ответ на этот вызов в нашем институте начаты большие проекты. Причем эти проекты начаты официально, а неофициально все эти компетенции наши реализовывались для решения проблем окружающей среды достаточно давно. Поэтому нам в эту повестку войти было очень легко. Вот как раз-таки о больших проектах. Судя по всему, самое главное, это, конечно же, карбоновые полигоны. А над какими еще проектами ведется работа? Вы знаете, есть хорошее выражение «не кладите все яйца в одну корзину». И наш институт достаточно уникальный, потому что если про междисциплинарность и трансдисциплинарность исследований начали говорить где-то последние 10-15 лет, наш институт и собирался по принципу междисциплинарности. Потому что решить вопросы окружающей среды нельзя только знаниями и умениями биологов или экологов, или химиков и так далее. Целый блок у нас проектов по сельскому хозяйству. У нас есть проекты по охраняемым природным территориям и по разработке рекомендаций по рекультивации почв, по рекультивации различных территорий. У нас очень хорошие проекты с использованием геоинформационных систем о том, каким образом мы можем применить данные дистанционного зондирования Земли и искусственного интеллекта для оценки, например, ресурсного потенциала какой-то территории. Совсем недавно стало известно, что в институте появилось новое направление биотехнологии. Расскажите о нем, в чем его суть? В институте появилось новое образовательное направление по биотехнологии. В прошлом году мы получили лицензию на право обучать студентов по направлению биотехнология, и в этом году мы будем осуществлять первый набор. На самом деле мы задумались о получении этой образовательной лицензии именно потому, что с научной точки зрения, с исследовательской точки зрения биотехнология достаточно активно развивается у нас в университете. А вот как самостоятельное образовательное направление биотехнология, она появится у нас в этом году. Мы сделаем первый набор, и ребята будут уже выходить специалистами, имея в дипломе специальность биотехнолог. На самом деле биотехнология – это прям важнейшая отрасль науки, которая на слуху примерно так же, как углеродный след, углеродный налог, потому что природоподобные технологии, их внедрение, оно, как сказать, во-первых, конечно же, наносит меньший вред окружающей среде, зачастую это дешевле, чем химические технологии, чем какие-то другие технологии, а иногда и другого варианта нет, как использовать потенциал живых организмов для решения проблем в сельском хозяйстве, в фармацевтике, в пищевой промышленности, конечно, в природоохранной деятельности, в медицине. Биотехнология на самом деле – это наше будущее. Мы так последовательно движемся. Приемная кампания 2022. Что предлагаете абитуриентам, как их привлекаете в этом именно году? Этот год, наверное, будет у нас сложный. Ну, собственно, как все года, мы каждый год очень волнуемся. Причем мы волнуемся не по поводу того, сколько к нам придет абитуриентов, мы волнуемся по поводу того, какие у нас будут будущие студенты. У нас есть ребятишки, которые к нам приехали и из стран ближнего зарубежья, и из стран дальнего зарубежья. Причем очень приятно, когда пишут выпускники, уехавшие домой, и говорят, «Ой, а я создал свою экологическую фирму». То есть это прямо вот очень приятная такая вот последующая… Щепотка гордости, да? Да, да, да. То, что ты чему-то научил, и человек нашел себя. Ну и вся информация формальная, она представлена на слайде приемной комиссии, и на сайте нашего института вы тоже можете заглянуть, где подробно написано, какой биотехнологии, в какой мы будем специализироваться. А это будет в бакалавриате биотехнологии и биоинженерии. То есть все равно наш интерес, основной фокус будет сосредоточен на биотехнологиях, применяемых в сельском хозяйстве. Наша республика – это аграрная республика, и в природоохранных биотехнологиях наша республика – нефтедобывающая республика. То есть эти специалисты будут востребованы и в нашей республике. И у нас есть сейчас уже и заказы от предприятий для магистратуры, когда они хотели бы обучить своих сотрудников вот с такой специализацией. Я думаю, что как экология и природопользование, гидрометеорология, почвоведение, землеустройство и кадастры, набор будет хороший. И самая главная наша забота о том, чтобы ребята, которые нам шли, хотели быть именно с нами. Большое спасибо за интересную беседу, ну и с Международным женским днем. Да, спасибо большое. 360 миллионов человек в мире страдают от глухоты и нарушений слуха. При том, что потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме людей, учрежден Международный день охраны здоровья уха и слуха. И ежегодно проблема усугубляется. Уровень воздействия громких звуков растет. Жизнь в мегаполисе дает побочные эффекты, в том числе и по шумовому фону. Регулярное воздействие громких звуков создает серьезную угрозу развития потери слуха. Причем необратимой. А ведь около половины всех случаев глухоты, по мнению медиков, можно было избежать. Среди профилактических мер, как ни звучало бы странно, это иммунизация. Какие еще методы профилактики и обследования могут спасти слух? И почему так важно слышать? Узнали у специалистов университетской клиники КФУ. Все понятно, проходите. Татьяна Благодарова, врач-отоларинголог с большим опытом. Ежедневно к ней на прием приходят более десятка пациентов. Проблемы у всех разные, говорит врач. Ведь органы слуха – сложные и очень хрупкие образования. Только внимательное отношение к их состоянию позволит сохранить здоровье и предотвратить развитие ряда тяжелых заболеваний. Наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. Внутреннее ухо чаще всего это бывает именно за счет гипертонической болезни, за счет недостаточности кровоснабжения слухового нерва. То, что касается среднего уха, это среднее ухо находится в полости височной кости. И представлена, там находится именно цепь слуховых косточек. Здесь может быть нарушена эта цепочка. В результате воспалительных заболеваний среднего уха. Атиты, как острые атиты, так и хронические атиты, могут поражать вот эту цепь слуховых косточек, которая передает звуковые волны. Может быть с этим связана. И также с заболеванием наружного уха тоже может нарушаться слух. По данным Всемирной организации здравоохранения, от потери слуха в мире страдают около 400 миллионов людей. Каждый десятый из них – это ребенок. У такой патологии много причин. Одни устраняются легко, другие требуют специального лечения или ношения слуховых аппаратов. Следить за здоровьем ушей надо с первых секунд жизни. Давайте посмотрим, из чего состоит орган слуха у человека. Наружное ухо, ушная раковина и наружный слуховой проход. Среднее ухо располагается за барабанной перепонкой и представляет собой воздушную камеру. В ней находятся слуховые косточки. Внутренняя располагается в височной кости. Имеет множество каналов, из-за чего называется лабиринтом. Здесь находится главный орган, отвечающий за восприятие звука – улитка. Слух у человека появляется еще в утробе матери. Новорожденный ребенок, он рождается уже слышащим. Даже еще в утробе матери он начинает слышать. Новорожденный ребенок, он очень резкие и громкие звуки не воспринимает. И очень тихие звуки не воспринимает. Он хорошо воспринимает звуки, выделяя из них речь матери, которую он привык слышать в утробе. Дело в том, что где-то к 9 месяцам ребенок за счет того, что он слышит, он начинает уже издавать определенные звуки. К 3 месяцам это начинается гуление с начала ребенка. А к 9 месяцам он уже начинает издавать самостоятельные звуки. К полутора годам ребенок уже может принимать участие в разговоре. Даже у абсолютно здорового человека со стопроцентным слухом со временем могут возникнуть проблемы со здоровьем. Почему же мы со временем теряем слух? Какие причины могут привести к печальным последствиям? В современном мире существует такой термин – шумовое загрязнение окружающей среды. Уровень звука, при котором наш орган слуха может существовать комфортно, находится в пределах от 20 до 90 дБ. Например, разговорная речь – это уровень 45-60 дБ. Сейчас появилось огромное количество новых звуков. Автомобильные гудки, звуки ремонтных работ, громкая музыка в клубах, наушниках. Их интенсивность превышает порог безопасности. Воздействие таких звуков приводит к повреждению слуховых рецепторов и нарушению слуха. Второй фактор – воспалительные процессы. Различные атиты, если их лечить не вовремя и неправильно, могут приводить к образованию спаек и нарушению подвижности специальных косточек в ухе. Это тоже вызовет снижение слуха. Третий фактор – безразмерное употребление лекарств, особенно антибиотиков. Четвертый фактор – ковырение в ушах. Есть любители поковыряться в ушах шпильками и другими острыми предметами. Существует большой риск повредить барабанную перепонку, которая отвечает за передачу звука от наружного уха к среднему. И это тоже приводит к снижению слуха. Не рекомендуется использование вот этих палочек косметических для чистки слухового прохода, потому что в слуховом проходе находятся сальные и серные железы, и при раздражении, во-первых, будет происходить раздражение вот этих сальных и серных желез. Также вот этими косметическими палочками можно травмировать барабанную перепонку. Но бывает и так, что глухота является врожденной патологией. Некоторые дети уже рождаются глухими. Виной тому инфекционные заболевания, перенесенные мамой во время беременности. И последний фактор – это возрастные изменения. В пожилом возрасте кровоснабжение органа слуха постепенно снижается. Рецепторные клетки слухового анализатора начинают умирать, что и приводит в конечном итоге к снижению слуха и глухотя. При проявлениях различных симптомов необходимо сразу обратиться к специалистам. Проблемами со слухом занимаются врачи-сурдологи, которые проводят специальные обследования и именно выясняют, каким образом нарушен слух. То есть это звукопроведение нарушено, как я уже объясняла, наружное и среднее ухо, либо звуковосприятие нарушено. Это уже внутреннее ухо и головной мозг, и слуховой нерв. Но сначала человек, которого что-то беспокоит, должен обратиться к врачу-отоларингологу. Посещение врачей, профилактика, правильное гигиена и бережное отношение к своему здоровью – вот главные составляющие для сохранения слуха на долгие годы. А еще советуют врачи по возможности снизить количество шума в своей жизни, почаще выбираться на природу и наслаждаться тишиной. Салават Мухаммадуллин, Альвира Замаледдинова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Как избежать информационной войны и почему обряды играют важную роль в нашей жизни – об этом в программе. Также вы увидите. Университет наш является государственным учреждением, является проводником государственной политики. КФУ поддерживает решение президента и правительства страны. Позиция университета в специальном заявлении ученого совета. Один из самых ярких, загадочных и в то же время недооцененных фигур русской литературы 19 века. Превзойти Пушкина. Кого поэты Серебряного века называли предтечей символизма. В Казанском федеральном университете открылась горячая линия для иностранных студентов как самого вуза, так и для россиян, которые обучаются за рубежом. Казанский университет готов оказать помощь и поддержку обучающимся. Напомним, что россияне, которые учатся в зарубежных вузах и столкнулись с ущемлением своих прав, могут продолжить обучение на родине. КФУ готов принять таких студентов, подобрав схожие направления подготовки. Номер телефона вы видите на экране. Также он опубликован на сайте в аккаунтах университета в соцсетях. О других событиях университетской жизни далее в дайджесте. Казанский федеральный университет поддерживает решения президента и правительства России, направленные на обеспечение безопасности страны. Такое заявление сделал ученый Совет КФУ. Сегодня пятая часть студентов университета – иностранцы из более чем ста стран. Заявление подчеркивается, что они не должны страдать из-за обострения внешнеполитической ситуации. Казанский университет выполняет и будет выполнять все свои обязательства перед всеми обучающимися, независимо от того, откуда они к нам приехали. А студентам из Украины будет предоставлена вся необходимая психологическая и материальная помощь. Университет наш является государственным учреждением, является проводником государственной политики и президента, и правительства Российской Федерации. Существует благодаря поддержке, и здесь никаких сомнений быть не должно. Казанский университет посетила делегация Ташкентской медицинской академии. На встрече были рассмотрены варианты сотрудничества. Сегодня в КФУ обучается порядка 2,5 тысяч граждан Республики Узбекистан, а также идет взаимодействие с 42 научно-образовательными организациями. В результате такого позитивного отношения, личной заинтересованности рождаются научные проекты. Благодарю вас, что вы нашли время, в такой непростой ситуации, как бы приехать. И все-таки действительно мы начнем налаживать сотрудничество. Директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета избран членом-корреспондентом Российской Академии Образования. Выборы прошли на этой неделе. Отметим, что Радив Замареддинов является доктором филологических и кандидатом педагогических наук. «Мои университеты. Будущее за настоящим». Казанский Федеральный Университет стал участником программы телеканала НТВ, которая создана совместно с российским Минобром. Один из выпусков будет посвящен именно КФУ. Выход в эфир федеральных коллег запланирован на начало апреля. «Человек, который живет, предположим, в Самаре, и он вдруг узнает, что в Казани есть отличный университет. И он приезжает в Казань, он поступает сюда, он меняет свою жизнь к лучшему. И вот это такой путеводитель для старшеклассников, которые хотят понять, а куда, а куда, если не в своем городе, какие еще варианты есть». Информационная война сейчас развернулась в социальных сетях, средствах массовой информации, интернете. Дошло и до персонализированной атаки, когда пользователям популярных мессенджеров шлют личные сообщения, разные видео и угрозы. Новая форма информационной атаки – звонки. Преимущественно в ночное время. Рядовым россиянам от незнакомых абонентов с требованием поддержать в военных действиях на Украине противоположную сторону. Очень напоминает действия мошенников, которые еще некоторое время назад также массово обманывали доверчивых пенсионеров о переводе денег под угрозой потери их банковских средств. А между тем в Госдуме рассматривают законопроект, наказывающий за фейки о российских военных во время боевых действий. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, сейчас по украинским соцсетям гуляет более 1 миллиона фейков о России. За изготовление и распространение недостоверной информации авторы поправок предлагают ввести штраф до 5 миллионов рублей, а в некоторых случаях, если это влечет тяжкие последствия, до 15 лет тюрьмы. Ответственность наступает для тех, кто заведомо знал, что информация ложная. Надо учесть, что распространением фейков занимаются профессионально обученные люди, которые получают заработную плату. Как противостоять информационной атаке, узнаем из рубрики моего коллеги Леонида Толчинского. И снова с вами Смотрите Сами. Много-много раз, увы, много лет на разных площадках приходилось говорить о стратегических ошибках в работе на медийном пространстве. В ответ традиционно тишина. А если и звучали голоса, то в виде как бы крутых колкостей и неприкрытого самолюбования в своем хамстве отвечавших. Безусловно, я не один такой, но о чем мы говорили. О том, что одним из главных боевых подразделений в современной войне будут информационные войска. И здесь надо системно и приоритетно работать как над подготовкой медийщиков всех мастей, так и над их технологическим обеспечением. Результат. Информационную войну мы встретили, мягко говоря, плохо подготовленными. Действующая медиамашина страны оказалась неэффективной. Это тоже, мягко говоря. Тут как минимум четыре блока для анализа ситуации. Реальное состояние нашей медиа-аналитики и медиапланирования. Состояние средств массовой информации. Социально-сетевого пространства, включая место и роль мессенджеров. И, наконец, медиаподготовка вкупе с исследованиями и разработками. Есть еще самодостаточное ответвление от всех этих блоков проблемы фейков, о которой мы уже говорили в прошлой программе. Сегодня же оставим на время в стороне тему состояния СМИ и почему они такие, какие есть. Думаю, что поговорим еще и о провальной медиа-аналитике. По соцсетям давайте очень кратко. Ибо кто-кто, а мы не на этой неделе, а уже давно про них вещаем в терминах проблем, на которые мало обращали внимания немногочисленные медиа-аналитики и решатели. Инфраструктура международных социальных сетей, большая часть из которых находится в собственности американских компаний, превращена в военно-политическое оружие. Свою собственно социальную миссию, они же социальные сети, эти самые сети давно исполняют как вспомогательную. В этом нет ничего нового. Из сетевого оружия палили по Египту, Армении, Ливии, Грузии. Под сетевые снаряды попал некогда даже действующий президент США Трамп. Теперь вот Россия. И тут аналитики постарались. Россиян, в отношении которых ведется инфовойна, заставили замолчать на аппаратном уровне, удалив из соцсетей и заблокировав аккаунты их ведущих спикеров и средств массовой информации. На всех площадках банят каждого, кто пытается активно выражать пророссийскую позицию во всех языковых сегментах. По факту американские сети превратились в агит-листки на дисплее с односторонним потоком контента. И главная особенность, используя, продвигая удобный для себя контент, создаваемый самими россиянами, и приветствуя невообразимое число схваток пользователей, в России главная роль отведена силам извне. Против нас, в нашем языковом сегменте, работают зарубежные центры дезинформации. По оценкам аналитиков, на это только за неделю уже потрачено в рублях не менее 7 миллиардов. Здесь бой, к которому мы оказались плохо готовы, и который придется вести ожесточенными методами. Ну и давайте несколько слов сегодня о близкой нам теме, за которую мы непосредственно несем ответственность. Как и кто готовит специалистов для медиа? Что исследовали, чем занимались те, кто на Западе получал все эти годы самые высокие рейтинги за медиаисследования и соответствующие разработки? И почему там так радовались именно их рейтингам и заслугам в подготовке наших медийщиков? Тут назревает большой трагический для многих разбор полетов. Поэтому давайте сейчас рассмотрим только один пример. За несколько дней до перехода информационной войны против нашей страны в горячую фазу в Москве с Помпой провели очередную пятую международную конференцию, призванную продемонстрировать огромные достижения наших теоретиков и практиков в деле изучения медиапространства и вклада в его развитие. Организаторы и главные герои конференции, национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный лучник», МГУ имени Ломоносова, факультет журналистики, общественная палата Российской Федерации. Самое активное участие принимали европейские коллеги. Знаете, что вынесено в шапку конференции? Что дико волновало и вкусно обсуждалось за пару дней до часа икс. Как говорил Задорнов, набрали воздух. Называю тему. Идентификация коммуникаций в новой нормальности. Я даже не буду говорить, что все слайды и доклады были переполнены ссылками на европейских мудрецов, и от них отдавало нафталинам. Ударной секцией проблемой конференции была внимание, и опять наберите воздух, медиатизация как трансгрессия платформ. Вот это актуалочка. Вот такая трансгрессия платформ в новой нормальности. Не в старой нормальности, которая, надо полагать, была изучена в предыдущие четыре конференции, а именно в новой. И вот как в новой нормальности у нас трансгрессии, и как там с идентификацией платформ, как раз и было тем значимым, чем занимались те, кто несет ответственность за нашу готовность к информационным войнам. Есть еще вопросы, почему за такую дико значимую работу Запад с радостью выдавал самые высокие оценки и рейтинги. Тут врагов не надо. Сами все сделали для подготовки плацдармов информационным войскам противника. А учитывая, что в такого рода цепочках поиска новых нормальностей активны вузы, то ошибки такой медиатизации, похоже, придется расхлебывать и в пост новой нормальности. Всем доброго! На этой неделе в России отметили Масленицу. С размахом зиму провожают и в Татарстане. Гуляния и разные акции запланированы в каждом городе и в большинстве музеев. А что означает Масленицу с точки зрения науки и какова природа народных обрядов? Об этом мы поговорим с доцентом кафедры русской литературы и методики ее преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Татьяны Сорокиной. Здравствуйте, Татьяна Викторовна! Здравствуйте! Каковы корни Масленицы? Это же праздник из дохристианской мифологии. Да, безусловно, Масленица – это один из древнейших праздников, еще языческих. Но нужно сказать, что принятие христианства повлияло только на сроки проведения Масленицы, потому что она оказалась накрепко связана с Великим постом. Вообще, надо сказать, что в истории язычества таких праздников было достаточно большое количество, и Масленица – лишь один из них. По сути, славянский мир воспринимал смысл природного круговорота как деление на стадии засыпания или умирания, возрождения, пробуждения. И надо сказать, что слово «масленица» не сразу появилось в обиходе. Долгое время в различных славянских источниках бытовали такие названия, как «мясопустная», «поскольку не едят люди мясо», как «просто мясопуст», «билая неделя». Известно, что в одной из летописей 1092 года, когда рассказывалось о море в Киеве, употреблено было слово «мясопуст» и в русской летописи. Но вообще источники фиксируют употребление слова «масленица» не ранее XVI века в русских традициях. И, конечно, это замечательный праздник, который означает такой вот всеобщий разгул. И с этим праздником, с встречей весны, с проводами зимы связано очень много самых разных обрядов, обычаев и ритуалов. Ну, прежде всего, мы знаем, что это приготовление блинов. Каждая хозяйка и сегодня традиционно печет блины, радуется солнцу, потому что блин – это традиционный языческий символ солнца. Но помимо этого, в масленичную неделю, которая связана, безусловно, с силой плодородия, плодородия земли, плодородия человека, скота, нужны были еще какие-то обряды, которые, как считали древние славяне, усиливают это плодородие. Прежде всего, это катание с ледяной горки, оно было массовым, устраивались целые поезда. Это взятие ледяных снежных крепостей, это, конечно, качели, которые устраивали всеми возможными средствами. Ну и, безусловно, это были походы в гости всю неделю практически, хотя масленица не с первого дня принимала такой широкий размах, она только к четвергу становилась именно широкой, разгульной. Но к последнему ее дню это веселье сходило на нет, потому что последний день масленичного разгула он не только сопровождался проводами масленицы, сожжением чучела, которое ассоциировалось с богиней Марой, да, Багирой зимы или Мариной, как ее иногда называли, но и с наступлением прощенного воскресенья, потому что колокол извещал о том, что наступает вот это мгновение тишины, когда нужно отходить от этих разгульных праздников и просить друг у друга прощения. Вот такая насыщенная, такая разнообразная, яркая была эта неделя. Сырная неделя, белая неделя. Ну, я думаю, по названиям все поняли, в чем ее сущность. А вот обряды и традиции, это одно и то же? И в чем разница между обрядом и ритуалом? Вы знаете, если вы посмотрите разные, часто эти слова бытуют как синонимы, но на самом деле это все-таки составные части одной большой вещи, которую мы называем традицией. Вот традиция, которая складывается исторически, и которая передается из поколения в поколение, она, конечно, зависит от факторов, от эпохи, от времени. Вот она, в свою очередь, складывается из обрядов, да, обряд от слова обрежать, то есть сделать что-то непохожим на обыденный ход времени, из ритуалов, то есть способов воплощения обряда. Ну и все это составные части, повторяю того, что мы называем традицией. Сюда же можно отнести и приметы, если мы говорим о них, потому что древние славяне, язычники, очень верили. Почему все эти обряды, ритуалы, приметы, вы тоже сказали, и прочее изучаются именно филологами? Если первоначально слово, связанное с обрядом, с обрядовым действием, оно не имело поэтической такой еще природы, оно было утилитарным, оно было направлено именно на магию, на увеличение урожая, на возможность договориться с высшими силами о том, чтобы был хороший год, была хорошая погода, хороший климат и так далее, чтобы был хороший приплод скота, то вот в дальнейшем все-таки, когда стало понятно, что поэзия – это неотъемлемая часть народных праздников, это богатейший вообще источник, материал для изучения филологического. И вы знаете, мне очень отрадно, я много лет преподаю фольклор, и мне очень отрадно осознавать, что очень многие современные авторы, они тоже обращаются к фольклору, к фольклорным мотивам, чтобы сделать это способом выражения авторской позиции или создать какую-то атмосферу интересную, поэтому это, конечно, филологическая область знаний. А в каких нам известных литературных произведениях наши зрители смогут встретить сцены, описывающие, например, обряды? У меня есть ряд просто любимейших произведений, и я думаю, что и слушатели наши, и вы со мной согласитесь, это, конечно, замечательное произведение Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», где он с такой любовью описал эти русские праздники, эту обрядность, подготовку к Великому посту, в том числе и Масленичную неделю. Но вот с детства и потом в юности я по-другому посмотрела на это. Наверное, вы знаете цикл замечательных армянских фильмов, который снимался еще в советское время на студии «Армян Телефильм» по мотивам сказки Аванеса Туманяна и «Шты Масленица». Огромное количество забавных сюжетов, которые действительно передают вот эту необыкновенную атмосферу праздника, а так, конечно, многие писатели, и у Бунина в «Чистом понедельнике», и у Гоголя, и у Толстого мы это найдем. Какова роль ритуалов и обычаев в жизни человека? Каковы их социальные функции или культурологические? Когда я думаю об этом, иногда ловлю себя на мысли, что неужели я одна такая и, например, опасаюсь дальше идти, если мне дорогу перебежал черный кот. Но, вы знаете, вот наблюдая за окружающей действительностью, мне кажется, что очень многие люди на самом деле где-то подсознательно все равно сохранили какую-то такую вот боязнь, да, или какую-то, ну вот, традиционно на уровне подсознания воспринятую информацию о том, что нужно делать в подобной ситуации. И, конечно, сегодня утратилась главная составляющая вот этих ритуалов, это то, что мы называли таинством, да, сейчас и обряд дарения чего-то. Это уже не то, что дары принесли волхвы, и это превратилось в какой-то такой возвышенный дар. И обряд, ну, там, предложение руки и сердца, например, и кольцо уже не всегда означает только вот этот нерасторжимый путь вместе, но и современное мышление, оно придумывает новые ритуалы и обряды и в зависимости от местности, в которой мы живем, и в зависимости от времени. Как вы считаете, почему сейчас все больше людей проявляют интерес именно к традициям? Вот, наверное, это закономерно, потому что в 90-е годы мы потеряли не только огромную такую вот общую культуру, общее какое-то, общее прошлое, мы не только потеряли устойчивую почву под ногами, но рухнуло все, на чем строилось наше сознание самости, да, идеология, какие-то советские, ну, традиции те же, да, какие-то советские обычаи, ритуалы. И все это ушло в прошлое, и люди лихорадочно стали искать, а на что же можно опереться в сегодняшней жизни. И, как мне кажется, обращение к фольклору, это и есть обращение к миру природы, к его законам, к его правилам, в конце концов, к осознанию того, что ты часть этого незыблемого круговорота, который называется природой. А у вас у самой есть какие-то любимые, может быть, приметы, ритуалы, обычаи? Люблю восточный праздник, который имеет, ну, как мне кажется, общеязыческое такое происхождение, но вот он и в тюркском сознании укрепился, да. Сейчас в современной традиции его называют наурус или наврус. Мне очень нравится традиция проращивания зерен пшеницы, потому что, когда за окном снег сыпет, когда еще так очень грустно и пасмурно на душе, а у тебя на окошке такая прекрасная зеленая шапочка, это такая жажда жизни и такая надежда на будущее, что просто радостно и светло. Очень нравится. А вторая традиция – это, конечно, красить яйца и с удовольствием участвовать в разных празднествах, связанных с Пасхой. Большое вам спасибо за интересную, содержательную беседу, ну и с началом весны нас всех. Спасибо большое. Иосиф Бродский в Нобелевской речи сожалел, что русская поэзия в XIX веке пошла по дороге веселого Пушкина, а не меланхоличного Боротынского. Да и сам Александр Сергеевич писал о своем близком друге, восхищаясь. Никто более Боротынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах. Поэта Серебряного века Евгения Боротынского называли предтечей символизма. 2 марта отметили 220-летие поэта, чье имя связано с Казанью и пригородами. В столице Татарстана память о знаковом для своего времени поэте хранят весьма бережно. Есть мемориальный музей Боротынского, есть и другие экспонаты, связанные с его жизнью. Некоторые из них хранятся в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета. С раритетами познакомился Амир Ахтямов. Евгений Абрамович Боротынский, русский поэт. Один из самых ярких, загадочных и в то же время недооцененных фигур русской литературы 19 века. Известный русский поэт Золотого века родился в дворянской семье. Отец его был помещик, отставной генерал-лейтенант. В детстве Боротынский учился в частом немецком пансионе в Петербурге. А в 12 лет его отдали в Пажевский корпус. Однако шалости и отказ подчиняться порядкам корпуса привели к тому, что через два года он был оттуда исключен с запретом поступать на военную службу, кроме как рядовым. После этого несколько лет юноша жил в поместье родных, где и начал писать стихи. В 1820 году Боротынский получил офицерский чин и был переведен в полк своего родственника. В 1826 году из-за болезни матери Боротынский вышел в отставку и поселился в Москве, женившись на Анастасии Энгельгард. В 1931 году поэт приезжает в Казань. Поначалу город не произвел абсолютно никакого впечатления на Боротынского. Свой приезд сюда он воспринял как изгнание. На самом же деле приезд был связан с необходимостью устраивать хозяйственные дела в старинном поместье Каймары, которое находилось под Казанью. Поэт принимал участие в литературной жизни Казани, посещал литературный салон фуксов, читал там свои произведения. В Казани и Каймарах Боротынский написал лучшие свои произведения. Например, «Где сладкий шепот» – поэт рисует природу Каймар ранней зимой, а также произведения Александре Андреевне Фукс. Второй раз в Боротынске приезжал в 1833 году. Здесь произошла его встреча с Пушкиным, приехавшим в Казань для сбора материала о восстании Емельяна Пугачева. Немало сведений хранит и отдел рукописей и редких книг Казанского университета. Например, здесь хранятся два его сборника. Два сборника стихотворения Евгения Боротынского, которые были выпущены в Казани в 1900 и в 1901 году. Жизнь потомков поэта Боротынского была связана и с Императорским Казанским университетом. В церкви университета в 1864 году венчались сын поэта Николай Боротынский и дочь профессора востоковедения Казэм Беке. Евгений Абрамович был искренним и страстным искателем истины. Его творчество отличается глубиной философской мысли и совершенством художественной формы. 29 июня 1844 году Евгений Боротынский умер. Официальной причиной смерти назван разрыв сердца. Так, в августе 1845 года тело поэта вернулось на родину, в Санкт-Петербург. Русского поэта предали земле на Новолазаревском кладбище на территории монастыря Александра Невского. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ. Итоги недели. Поверь, мой милый друг, страдание нужно нам. Не испытав его, нельзя понять и счастье. Писал Евгений Боротынский. Желаем вам оптимизма и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова